Наталья Павловна, поводом для нашей встречи послужила Европейская неделя иммунизации. И сразу начну, не буду долго тянуть, начну с самого главного, то, что волнует население сейчас у нас – кори. Первый случай зарегистрирован в Минске. Расскажите, какова эпидемиологическая ситуация в целом по республике и конкретно в столице? Ситуация в республике по заболеваемости кори, как и по другим инфекциям, спокойная, стабильная, управляемая. Случай действительно зарегистрирован в городе Минске. Он зарегистрирован у ребенка, который не был привит. Этот случай первый, он еще пока окончательно не подтвержден лабораторно, поэтому мы его рассматриваем как диагноз под вопросом. Но вместе с тем все необходимые противопедемические мероприятия проводятся в полном объеме. Могу сказать с уверенностью, что нам не грозит ни эпидемия, ни некое неблагополучие, в том числе и по коре. На сегодняшний день уровень вакцинации по всем вакциноуправляемым инфекциям у нас высокий, стабильно высокий. И если и появляется инфекция, то она выбирает именно тех, кто по каким-то причинам не привит, либо отказался от вакцинации. Ситуация в мире такова, что с этими инфекциями мы встретились вновь. Был такой период некого такого спокойствия, благополучия. Но мы видим, что сопредельные страны, страны Европы сегодня в полном смысле горят. Мне бы хотелось еще раз пользуясь возможностью обратиться к тем, кто по каким-то причинам сомневается. Все-таки еще раз взвесить все за и против и принять решение в пользу иммунизации. Наталья Павловна, например, у меня нет прививки, у моего ребенка нет прививки. Сейчас ситуация по коре вот такая, какая она есть на самом деле. Как мне действовать маме, ребенка и самой, взрослому человеку, чтобы обезопасить себя? Вы можете обратиться как в территориальную поликлинику, так и в центр иммунопрофилактики, который находится в детскоинфекционной больнице. Вам окажут как консультативную помощь, так и назначат план вакцинации с учетом состояния здоровья, возраста. Короче, нужно обратиться к врачу. Во многих странах существует наказание за то, что родители не прививают своих детей. Скажите, вот каковы подходы в Беларуси в этом отношении? Министерство здравоохранения не рассматривает вопрос введения неких мер, санкций к тем, кто не вакцинирован, либо не вакцинирует ребенка. Мы все-таки пока надеемся на то, что разъяснительная информационная работа позволит нам поддержать необходимый уровень вакцинации в нашем обществе. Это 95-97%. В феврале вступил в силу декрет развития предпринимательства. Документы революционные, особенно в части санитарных норм, они сокращены в разы. Скажите, вот стало ли предпринимателям легче дышать? Может быть, по обращениям ваше министерство, вот как вы сейчас оцениваете? Действительно, нами проделана значительная работа, и она еще продолжается. И направлена на то, чтобы освободить бизнес от излишних, избыточных требований, с другой стороны, сохранить тот уровень защищенности, который у нас сегодня есть. Но бизнесу проще стало? Вот вы, общаясь с ними, с предпринимателями, что они говорят? Ну, уже хорошо? Очень важно следовать духу документа. То есть декрет, указ 337, который позволяет физическим лицам заниматься предпринимательской деятельностью, изготавливать и реализовывать продукты питания. Он вроде есть, но сегодня мы понимаем, что еще имеет место быть полемика, как же реализовать его. И обращаются к нам, как относится санитарная и психологическая служба к реализации кулинарных изделий. У нас есть рынки, которые не вовлечены в этот процесс, должны быть вовлечены. Необходимо предоставлять места для реализации такой продукции, но при одном условии – обязательно информирование потребителя. Он должен сделать выбор – либо купить здесь, либо купить там, в другом месте товар, который прошел ветеринарно-санитарную экспертизу. Позиция Минздрава, позиция санитарно-эпидемиологической службы, если необходимо переделать какие-то документы, которые позволят шире, так сказать, предоставлять места для физических лиц, мы готовы. И об этом договорились с Министерством сельского хозяйства, с ветеринарной службой. 2019 год. Минск принимает вторые европейские игры. Скажите, понимаете ли вы уже, чем будут питаться спортсмены, тренеры, болельщики, где они будут лечиться, в конце концов, допинг-пробы, где будут приниматься? Совместно с нашими партнерами, это Госстандарт, Министерство сельского хозяйства, Академия наук, мы прорабатываем вопросы нормативных документов, требований, контроля питания, которые будут предоставлены спортсменам и участникам игр. Проведен анализ нормативной базы, лабораторного обеспечения, проработан пакет международных требований, предъявляемых питанием. Как только придет оператор, который будет организовывать питание, мы с ним сможем работать на уровне уже подготовки конкретно баз сырьевых, так сказать, зон предприятий, которые будут участвовать в обеспечении питания спортсменов. Что касается вопросов подготовки лечебных учреждений, как всегда, Министерство здравоохранения предоставит тот необходимый и достаточный объем медицинской помощи, который потребуется для всех тех, кто будет принимать участие в играх. А допинг? Все-таки где в этой лаборатории, где это будет происходить? Как? Кто? Завершается строительство и запланирован ввод в эксплуатацию Центра спортивной медицины, где будет специальное подразделение, которое выполнит все те требования, предъявляемые к допинг-контролю. Это в Минске будет? Ввод в Минске. А когда планируется ввод? Планируется в этом году.